всем привет всем привет как меня слышно как меня видно вот слышно видно андрей появился так андрей наталья всем привет рабинович tv приветствует всех на нашем дневном эфире вот сегодня у нас у меня на площадке в гостях будут два замечательных человека два замечательных специалиста один импозантный очень мужчина энергичный такой человек очень эмоциональный с ним всегда интересно общаться есть о чем бывший военнослужащий офицер запаса замечательный человек друг брат там вот и второй эксперт это замечательная девушка красивая тоже эмоциональная эксперт в своем деле партнер тоже помощница в нашем проекте 3 меридиан сегодня будет в эфире на канале рабинович тиви будем рассматривать а забыл сказать что у нас нет ограничений в расстоянии да потому что эфир проходит в интернете поэтому я рабинович тиви вещаю из города сургута андрей журавлев будет вещать из города краснодар и наталья симоненко будут вещать и будет вещать из санкт-пертербурга сейчас я им отправлю приглашение до наталья наталья отправил подключаемся андрей привет инстамир андрей рад тебя видеть слышать как меня слышно видно замечательно хорошо отлично все мне нравится особенно твоя толстовка сердечком да да это как это но пасаран да типа там вот ждем наталью вот ну андрей пока наталья подключается двух словах скажи о себе андрей нечего сказать кому надо заходите все там про меня узнаете я надеюсь все знают меня как хорошего человека да я уже сказал тоже ты же наверно слышал начале эфира я уже сказал что ты замечательный брутальный такой мужчина офицер запаса замечательный такой эмоциональный человек я всегда наблюдаю у тебя всегда прям фонтан энергии несмотря там на погодные условия в краснодаре вот что-то наталья не хочет у нас подключаться в прошлый раз так же было сейчас несколько раз ты к нам также не захотел зайти долго-долго вот наталья появляется круто инстамир встречаем все супер вообще молодцы мы это сделали привет привет наши три трио меридиан сборе мы замечательный новый эфир но андрей уже представился наталья буквально в трех словах скажи себе кто ты что ты откуда я живу в санкт-петербурге в московском районе и вещаю из своей новой квартиры можете меня поздравить круто молодец очень рада так что штаб квартира в петербурге у нас точно есть на пятом этаже в новом доме я на самом деле преподаватель но сейчас развиваюсь в партнерской программе и очень рада что у нас образовался вот такой проект трио меридиан так что очень рада вас видеть ребята хорошо спасибо наташ да трио меридиан наш проект да называется трио меридиан о полезностях и не только где мы рассказываем то чем мы можем быть полезны друг другу у нас всегда в эфире есть приглашенные гости мы всегда выбираем новых интересных людей которые готовы делиться своими полезностями вот и сегодня мы разберем такую тему как понятие команды на что такое команда то есть команда не в узком таком смысле слова команда где-то спортивная до команда где-то там рабочая команда бизнесе мы разберем понятие команды вообще ну что успеем что успеем да разберем два экспертных мнения у нас будет мнение мальчиков на это мнение андрея и будет мнение девочек да то есть мнение наталья то есть кто как видит и понимает вообще смысл команда вообще и движение команды вот поэтому я думаю мы начнем вот но команда понятие вообще в принципе само по себе широкая с командой мы сталкиваемся везде куда бы мы не двинулись куда бы мы не скажем так не обратились куда бы не мы не пришли везде но есть команда команда группа людей сообщества людей сообщества единомышленников которых при хорошем раскладе вещей есть общая цель которой они все дружно идут вот команда это не только я уже говорил да это не только какая-то бизнесовая среда это не только рабочая среда но команда если рассмотреть широком смысле слова это можно взять даже ту же самую семью до семья ячейка общества это тоже та же самая команда потому что там один за другим вот поэтому вообще команда понятие довольно таки широкая вот андрей могу вот обращаясь к тебе на начнем с тебя там скажем так экспертное мнение мальчиков вот скажи вот ты как бывший давай на служащий офицер запаса скорее всего у вас в армии вообще без команды наверно никак вот что в твоем понимании команда все спасибо виктор за первое слово ну давайте начнем с определения что для меня есть команда команда все правильно как ты сказал это группа лиц объединенные общими мотивами интересами идеалами действующие сообща участники команды объединены поддержки друг друга и несут коллективную ответственность за результат деятельности всей команды и то есть если взять все таки вооруженные силы там есть команда есть лидеры командиры и все друг за друга все знают свою задачу и при взаимодействии других команд да то есть есть у нас такие единицы как полки дивизии батальоны роты взвода деления и друг на друга мы надеемся демсин сообща но я сегодня вы же знаете что я люблю рассказывать анекдот я сегодня обязательно приготовил не хочу все таки не кармии да нравится мне такой анекдот классный беседую два арабских шейха 1 горит я предпочитаю спортивный тип женщин 2 я тоже недавно например я женился на женской волейбольной команда даже видите как есть даже что шейхи тоже любят очень команды здесь команды семья да мы все соединены в обществе в садике группы в школе классы в институте группы на работе свои команды в бизнесе тоже свои команды ну так что команда в моем понимании это есть вот это и достижению цели идти конечно лучше и легче и проще команды чем одному наталья слово да наташ теперь мнение девочек по поводу команды ну я думаю что команда определяет все вообще все человечество человечество вообще стадное существо сам человек стадное существо это доказано эволюционно то есть если ну очень короче сказка о маугле это именно сказка то есть ребеночек в животной среде не сможет стать человеком никогда мыслить как человек не сможет просто просто от слова никогда и для меня команда это это тот самый лидер который сформирует эту команду то есть качество общество качество команды его результативность поведенческие все стереотипы целеустремленность целеполагание на мой взгляд все зависит именно от от лидера и ну вот почему-то я сейчас хочу рассказать ну не столько рассказать а как пример просто привести а человеке который рискнул стать на уровне юрия гагарина в общем есть такое мнение что через столетия будут вспоминать там не о гитлере не о эйнштейне не но не о ленине не о марксе а будут говорить а именно юрия гагарине о человеке который впервые полетел в космос и вот есть такой мужчина по имени илон маск он решил стать на так скажем ну на уровне да очень человеком 21 века он решил первым вступить на планету марс и для этого он все все свои бизнесы все свои идеи он направил на то чтобы создать технологии чтобы полететь на марс а для этого вот появились те самые например автомобили электрические автомобили тесла к примеру или же ну те самые электрические станции да то есть ну нужно их заправлять ну к примеру если кратко очень говорить но его идея вот илона макса она маска она вокруг себя собрала огромное количество людей огромное количество людей и вот эта команда она что делает сейчас она конечно по большому счету реализует идею илона но но движение человечества вперед вот этой той самой команды которая была создана сформирована вокруг этой идеи двигает человечество поэтому все таки очень важно кто руководит этой командой кто двигатель кто мозг и сердце кто вдохновляет кто направляет людей действия людей и ну это та самая мечта вот я об этом не перестаю говорить та самая мечта горячая мечта которая зажигает моя мечта ну например и андрея или виктора то есть или ну любого человека только такая мечта может зажечь всех остальных и двигает так что вот для меня команда это лидер прежде всего будет мы в принципе и вчера об этом говорили что будет лидер будет движение в обществе в сообществе так что вот хорошо такое мнение спасибо наталья можно ячейки скажет но виктор ты же как ты знаешь что я всегда люблю именно твою фамилию и у меня сегодня управляет команда это тоже крутая история и меня конечно представил про вооруженные силы я не мог их ну не вспомнить фронт по команде в атаку ура все ринули вперед один рабинович пятница назад замполит сниму да 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 точно хорошие хорошие анекдоты андрей ты как я говорю эмоциональный такой человек всегда положительные эмоции всегда чуним какую-нибудь фишку такую юморную здорово спасибо надо будет запомнить этот анекдот если что мне будут какие-то претензии я буду говорить что ничего не знаю я просто брал разгон перед стартом да хорошего да спасибо андрей вот ну понятно что в команде должен быть лидер а то есть человек который заряжает и вдохновляет людей то есть людей которых которые идут за собой ведет за собой а несмотря даже вот у нас в нашей компании да есть замечательный слоган который мне очень нравится его постоянно продвигают да он звучит таким образом что идут за тем кто идет соответственно если двигается лидер двигается команда целиком а вот у меня такой вопрос скажите ребята как вы вот относитесь к тому что ну понятно да когда команда эта группа единомышленников команда это лидерство это движение вперед поставленные цели а вот когда например в команде появляется скажем так как говорят еще в семье не без урода да то есть человек который ну как бы вот но не целиком конечно против цели цели движения да но он всегда что нибудь такое высказывает против да вот там что то говорит что а вот давайте туда не пойдем пойдем туда пойдем туда знаете вот как вот есть лебедь раки щука да ну вот образно вот как вы думаете в командах должны существовать такие люди вообще это приемлемо в команде единомышленников когда появляются люди которые на ну немного против мультик такой вот кстати мультик вспомнил знаете а баба яга против вот есть такой есть такие люди даже я вот могу сказать что по своим командам есть такой человек что который вот а баба яга против вот как вы к этому относитесь должны быть такие люди или все-таки это должна быть строгая команда которая идет как одной цель да наташ давай с тебя девочкам слово дадим но в любом сообществе в любой команде тоже все все личности мы говорим сейчас про взрослых людей собственно говоря даже ведь там и в школьных коллективах студенческих коллективах имеют другое мнение это нам на мой взгляд это нормально если это не деструктивно не разрушительно не революционно и ну как сказать все таки их мнение пусть будет иным но предвносит ну какое-то какое-то новшество пусть оно будет почему нет но но самое главное чтобы не было противоречия той самой концепции идеи мечте которая которая всех зажигает вот это вот чтобы противоречия но глобального противоречия вообще в принципе по законам жизни нами двигают движут двигают именно противоречия нет противоречия нет движения пусть они будут я лично очень люблю трудности и противоречия потому что именно из-за этого поэтому пусть они будут эти люди если они если они настолько деструктивно и как-то разрушительно влияют на коллектив то на команды на командный дух но мне кажется нам прощаться такими людьми как это я сейчас говорю ну не сейчас а в последнее время мы с тобой не одной крови или одной крови хорошо 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 ноташ понятно а теперь андрей твое мнение ну вы видите я делал специально маску про спорт я буду про спорт вы же знаете и как обычно начнем что с анекдота да мы же знаем что в каждой шутке есть доля правды всегда и мы вспомним что армянское радио существует вопрос армянскому радио чем московский спорта похож на донецкий шахтер ответ выигрывает с одинаковым счетом 3-0 и забивает в обеих командах одни бразильцы так что мы почему про спорт да мы берем все таки команду двух лидеров это месси и роналдо это два суперских игрока а особенно их любит наш коммерческий директор андрей хорошилов вот смотрите два лидера а как они появились то есть роналдо был вообще в бедной семье он ставил цели шел 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 вперед и вышел да забивает больше всех голов и он тянет эту команду за собой лидер всегда тянет тянет то есть он везде забивает голы бьет бьет его видно больше всех то есть да в команде там бывают а полузащитники защитники пасуют но он их ведет ведет команду вперед да и больше он берет на себя голы один 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 берем второй месси он просто талантливейший футболист да был талант он пришел здесь а совсем другой лидер он играет на команду то есть где-то он забивает голы где-то пасует он также ведет команду и он обязательно таких людей которые пасуют перед чем-то тянут да который там но мы же не знаем что там происходит он он не может выйти на игру то есть сидит я не могу я не там он ему пасы дает больше он ему делает все чтобы он бежал больше ставить задачи больше за счет этого команда выигрывает то есть а любые любой человек это индивидуальности такие нужны конечно в команде а потому что они растут вместе с нами становятся лучше и крепче и обязательно приходят своей победе это мое мнение спасибо андрей хорошо замечательное сравнение по поводу спорта да спорт это тоже команда сейчас пока выступали мои эксперты почему-то пришла такая аналогия что вспомнил революцию да там 1917 года вспомнил наших вождей до замечательных наших исторических личностей и собственно говоря получается что наше государство наша страна вообще тоже принципе своего рода такая большая громадная такая команда потому что есть лидер да есть цель есть программа да есть ячейки как вот андрей сравнил с вооруженными силами тогда полки роты свода там да у нас тоже есть там государственная дума там региональная дума там да да то есть тоже принципе тоже можно рассматривать вообще в принципе как большую такую команду не всегда правда сплоченную да не всегда идущую к единым поставленным целям но тем не менее это большая такая команда но мы не будем касаться политики да мы поговорим о команде а немного в более таком приземленном нашем скажем так по понимании вот хорошо лидер в команде вот на ваш взгляд ребята какие основные качества должны быть у лидера в команде чтобы его люди которые пришли к нему да начнем с того что люди пришли к нему на какие должны быть качества у этого человека чтобы люди пошли за ним то есть какие основные вот на ваш взгляд какие основные качества должны быть у лидера чтобы команда эмоционально заряжалась и шла за вот за этим лидером который есть в команде ну давайте сейчас начнем с андрея ну а я хочу все таки натали дать слово а потом скажу я хорошо хорошо ладно наташ давай я думал по очереди так мальчик девочка мальчик девочка ну да хорошо ладно давайте я хорошо хорошо во первых человек есть есть такое утверждение я совершенно с ним согласна только холерики могут изменить мир только холерики то есть с высокой энергетикой люди только только так то есть это человек должен быть магнитом магнит он притягивает людей что что может притянуть другого человека опять же его горячая идея горячая мечта горячая он сам должен этим гореть он да он он отдает столько что но люди порой даже вокруг него захлебывается от его от его идей то есть первое это харизматичность холерик темпераментный человек хоть мужчина хоть женщина без разницы ну без разницы но чаще всего конечно у нас сейчас патриархальное общество мужчины захватили управление этим миром но как уже есть ну ладно ну да конечно да ну так и есть конечно значит первое это вот темперамент затем высокого уровня энергетика харизматичность то есть должна быть какая-то внутренняя внутренняя такое знаете как ядро вот у земли то есть горячий такой человек должен быть и конечно он должен быть коммуникативным коммуникабельным то есть отдавать самого себя отдавать людям заряжать людей ну с высоких на самом деле с высоким здоровьем конечно уровень здоровья должен быть высокий потому что за больно за больными больных слушают конечно даже умных людей таких тоже примеров много но желательно чтобы желательно чтобы здоровое было тело ну вот как то так пять ну сколько там четыре пять позиций на мой взгляд самое главное хорошо спасибо наташ андрей но я как обычно все таки создам интригу да так как мы говорим сейчас о командах мы очень много тем затронули и одна из самых тем команды где сейчас они еще есть это крутой бизнес млм и все как догадались мы тоже развиваемся здесь ну то есть здесь тоже есть лидер который ведет и все правильно сказал виктор что иди за тем кто идет это будет круто на но все же я хочу интригу чем создать кто хочет конкретно узнать какая должна быть команда кто такой лидер да как достигать больших целей вместе то есть как создать дать свою команду мечты став не просто большим начальником но и великим лидером который по плечу масштабные задачи я хочу рекомендовать книгу прочтению константин борисов команда да ты прям вот вот и меня опередил я хотел в конце вы 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 точно найдете найдете здесь все ответы для себя да виктор ну я чувствую я же рабинович активист чувствую ну и конечно про юмор это конечно читать книжки круто общаться круто идти за тем кто идет очень круто но я сейчас поделюсь с вами такой фишкой который в любом бизнесе в любом везде мы ведем переговоры правильно и вот маленький юмор про переговоры если во время деловых переговоров на вашем мобильнике невзапно зазвучит рингтон владимирский централ то партнеры гораздо быстрее примет вашу позицию ну хорошо надо да надо поставить поставить на входящий звонок хотя в принципе ну не знаю насколько это ну я вот на переговорах на встречах я отключаю звук активного телефона да чтобы чтобы нет не отвлекали там не бряканье там мессенджеров не входящие звонки ну и соответственно чтобы соблюдать регламент встречи всего остального так да чтобы звонки ну обычно там начинают звонить начинаешь отвлекаться сбиваешься с мысли и человек теряет теряется связь вот это вот с собеседником ну и соответственно поэтому я отключаю звук телефона вот и спасибо за совет ну ладно тогда я все таки ставлю свое слово один телефон у тебя конечно для переговоров но у к этого делового мужчины всегда есть аксессуары классные это часы да ручка начищенная обувь и второй телефон я опять раскололся перед девушками да звонить эти звонки делать кому а очень важным людям и во время переговоров именно на этот телефон придет этот музыка этот рингтон и вы будете всегда победителем ну действительно есть часы есть много различных гаджетов как наше носимое устройство и вот сейчас я буквально на днях обнаружил новое обновление в нашем гаджете да это то что раньше сообщение в мессенджерах и приложениях у нас было только на айфонах а сейчас это есть на андроиде поэтому даже отключив звук можно краем глаза не отвлекаясь от собеседника да посмотреть что же там случилось твоими мобильным телефоном прочитать сообщение ну и соответственно если это сообщение очень важное то конечно либо перезвонить либо ответить но мы опять же про про команду про команду про регламента вот мы с вами тоже уже сплоченная команда наши трио у нас тоже есть определенный регламент мы всегда договаривались что у нас эфир занимает полчаса плюс минус пять минут вот у нас буквально остается четыре минуты основные вот и ну и там пять минут дополнительного времени как вот андрей связывает все спортом там есть дополнительное время после основного вот поэтому хочу немножко да резюмировать то что было сказано мной было сказано моими экспертами то есть то что команда это все-таки группа единомышленников это все-таки лидер это все-таки лидер потому что на на него равняются за него держаться и очень много от сплоченности и от движения команды зависит от того кто ее ведет то есть большинстве случаев сплоченность команды зависит от ее лидера вот поэтому кто ведет и соответственно если он идет сам двигается сам заряжается сам учится сам то соответственно и двигается с ним вся его команда и двигаются все люди и в принципе даже эта команда может цеплять вообще пространство вокруг таких людей сразу чувствуется энергетика сразу чувствуется пространство поэтому я желаю всем кто был на эфире и своим экспертам кто пришел ко мне сегодня на эфир я желаю вам быть лидерами я желаю вам больших продуктивных рабочих сплоченных команд которые помогут вам как илону масксу да улететь улететь в космос да ну космос у каждого свой ну илон собрался в реальный космос у нас в млм свой космос да вот я вам желаю чтобы вы со своими командами улетели в млм космос вот кто-то может хочет из вас тоже подрезюмировать ну начнем как всегда с девочек кроме мечты скажу кратко кроме мечты горячей мечты которая тебя греет как еще раз повторю ядро в самой земле вот греет согревает и и дает жизнь это такое вот ядро жизни обязательно нужно что-то делать то есть без действий не будет результата то есть горячая мечта план действия и тогда будет обязательно результат обязательно полетим вместе с илоном на марс кстати мечтала в космос полететь ну да один из миллионеров сказал я поделилась да он мне сказал это легко миллион долларов и все и ты и ты в космосе вот так решается не 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 так скажем не сложно да но я сейчас немножко поменяла мечту я хочу поплавать с китами а вот кстати по поводу лидеров да и то что вот хочу немножко тоже такую коротко очень историю да я сейчас кто следит за моими сторисами да то есть я сейчас два челленджа проходит да это утренняя пробежка там просто и пол шестого и после пробежки я читаю книжку то есть а да то есть у нас с ней зарядился спор кто кого книжка очень интересная про такую замечательную историческую личность как адольф гитлер то есть от его детства и до его становления вообще диктатор а вот честно вы знаете узнаешь еще много интересных фактов вообще о о нем как о человеке и вот я бы никогда бы не подумал я бы не вот и опять же да наташа про по поводу мечты я никогда бы не подумал я бы не наверное если бы не начал читать эту книжку я бы никогда не узнал что гитлер всегда мечтал стать художником у него была мечта поступить в архитектурный институт и стать архитектором у него не было планов стать диктатором у него не было планов там завоевывать мир он просто хотел рисовать картины но что-то не сложилось что-то пошло не так и вот во появилось определенное окружение людей которые его же потом и воздвигло на вот этот трон поэтому мечта может меняться и все это может меняться в жизни кардинально вот это и попроси по поводу мечты Андрей ну все ладненько хорошо я благодарю что мы сегодня собрались обязательно всем подписчикам посмотреть этот прямой эфир взять максимум полезняшек поделиться этим эфиром со своим окружением и и чтобы у всех была мечта все таки мое слово создавайте свою команду мечты да став не просто большим начальником но и великим лидером которому по плечу масштабные задачи всем крепкого здоровья счастья и благополучия спасибо ребята спасибо ребята спасибо андрей спасибо наташа тем кто по какой-то причине да пропустил эфир ему интересно нас посмотреть послушать возможно для себя что-то взять этот эфир будет на моем канале на ю тубе канал так и называется рабинович тв поэтому заходите смотрите пробинович тебе был на связи с вами следите за эфирами